так всем привет подписчики значит сегодня рассмотрим новое устройство блок питания который алиэкспресс продает самая свежая самая новая на шо мы имеем имеем обычный шнурок вот такой что у меня сразу вызвало подозрение что здесь не юсб шнурок а напрямую впаян запомнить если шнурок напрямую впаян значит устройство с минимальным током потребления теперь как она выглядит вот так она хорошо выглядит значит здесь у нас два светодиода которые двухцветные зеленый красный меняющиеся цвета зависимости заряжен красный заряжается красный зеленый заряжен с обратной стороны крышка вот которые мы сняли обратите внимание на ней написано недостоверная информация китайцы нас обманули значит когда будете видеть на алиэкспресс подобное устройство старайтесь покупать его только по акции за деньги его не берите вот я вам сфокусировал литий он черч это правда модель м с 5 d 82 а вход 5 вольт тоже правда выход 4 2 вольта правда но внизу написано брехня вот она 2000 миллиампер часов на самом деле это устройство дает 600 миллиампер часов на каждый аккумулятор вот такая вот так вот выглядит хорошо коробка я его разобрал вот они держатели тоже качественные здесь размер типа размер подходит и 18 650 и 21 700 и вот минус плюс нарисовано пока все хорошо начинается неприятности вот этой стороны смотрите в самом устройстве вместо до хрена но микросхемы стоят обратите внимание на плату сейчас фокусировку сделаю вот они эти микросхемки маленькие которые запитывают их две вот плюсовые выход аккумулятора вот второй плюсовый у нас две микросхемы потом стоят два резистора вот вы видите это только задающие резисторы на вот эти светодиоды в обвески самой микросхемы всего лишь один элемент два конденсатора то есть конденсатор и то по питанию конденсатор не электролитический вот плюс и на микросхеме он стоит то есть вот эти микросхемы значит называются они hsw hsw 705 сейчас я вам покажу ее дата шит значит я думал что здесь можно как-то увеличить ток заряда потому что если я буду заряжать допустим вот такой обычный аккумулятор 21 700 вот он тут становится смотрите нормально вот так видите до 18 650 но если я буду заряжать 21 700 который 5000 миллиампер то мне придется такой зарядкой заряжать не меньше 12 часов ее это не факт что она его зарядит потому что если только заряда небольшой она может и не заряжать мощный аккумулятор теперь посмотрим что это за микросхема тут используется но почему такая вот у нас зарядка я ее буду использовать еще кроме как зарядка еще как держатель для аккумуляторов которые заряжаются от солнечных батарей сочная батарея даст мне больше ток то есть я дам напрямую даст это двух альпер вот теперь смотрим сейчас мы посмотрим ее дата шит смотрите что мы имеем дело какое мы имеем дело с какой микросхемой покажу смотрите значит вот она эта микросхема hsv 708 это китайский дата шит видите но кто китайский знает можете прочесть но я вам скажу что здесь написано она видите у нее 600 миллиампер ток usb разъем мосфет ее форма теперь смотрим что из себя представляет микросхема смотрите вот ее вот она эта микросхема сейчас я ее прокручу вам покажу значит вот вот она сама микросхема как выглядит hsv 708 6 выводная видите написано hsv 708 лет 600 миллиампер ток все больше 600 не получится вот смотрите ее характеристики по по графику значит что здесь говорится она может питаться тремя токами 45 вольта 5 вольт и 9 вольт такая необычная микросхема и также китайцы пишут что на выходе соответственно она дает при 45 вольтах она дает 41 вольта на выходе при 5 вольтах 42 и при 9 вольтах 43 соответственно ток батареек на которой она заряжает 550 600 миллиампер 650 при 9 вольт а в нашем случае 5 вольт подается вот она и дает 600 миллиампер видите вот вот читайте и бат только по-английски бат вы бать 4 вольта это при 4 вот такая общем микросхема вот ее характеристики и что мы видим внутри этой микросхемы внутри это микросхема никак не регулируется обвеской у нее смотрите вход индикаторные два индикатора два полевика потом стоят четыре операционных усилителя которые дают ток на микросхему сравнения и когда у нее напряжение совпадает с напряжением питания диода диод загорается и она вам показывает что заряд окончен вот такой примитивный ток заряда здесь 2 и 9 вольта опорное напряжение поступает и напряжение от аккумуляторов два аккумулятора сравнивается на операционнике и когда возникает 11 здесь выскакивает единицы загорается светодиод с этим понятно как работает микросхема теперь здесь у нас на выходе то же самое два операционных усилителей диоды у нее есть еще датчик температур 145 градусов она выдерживает вот написано видите у нее термопара стоит 145 градусов два полевика операционные усилители то же самое на выходе вот выход батареи внутри микросхемы два резистора и полевой транзистор со светодиодом а с диодом если полевой транзистор открывается то заряжается микросхема также внизу полевой транзистор закрывается при полном заряде микросхемы короче в чем прикольно зарядить аккумулятора в чем прикол вот тут у нее напряжение питания всс вот справа бат аккумулятор слева минус и лет 1 и 2 вот вам вся микросхема она очень маленькая слабо точная и увеличить напряжение ток на ней невозможно то есть данном моем случае она получается потребляет 600 миллиампер она дает на зарядку аккумулятора то есть аккумулятор 500 миллиампер вы зарядите за полтора часа 2000 миллиампер вы зарядите за 6 часов за 5 и так далее все вот так вот нас обманывают китайцы вот что я буду делать вот я буду ставить вот в этот в это зарядное устройство вот самый простой выход сейчас я вам скажу какой то что то что она заряжает 600 миллиампер меня не устраивает поэтому я буду ставить туда микросхему тп шку место тут есть сейчас я вам покажу какую вот сюда будет вставлена вот такая плата юсб как видите вот она микросхема тп 4056 и уже здесь я могу давать ток до одного ампера не 600 миллиампера один ампер когда если сделаю два таких параллельно поставлю я могу 2 ампера сделать то как видите место здесь есть то есть вот она родная схема стояла вот так сейчас покажу смотрите вот эта родная схема вот так она стояла вместе с диодами и получается вот здесь видите много свободного места то есть сюда вполне можно вставить две таких платы и тогда будет по одному амперу или поставить устройство с платы зарядки больше одного ампера ну по крайней мере уже вот с этой платы она будет работать идеально я тогда смогу заряжайте 21 700 который 5000 нами вот поэтому раскрылась тайна почему эти зарядки такой маленький ток мало того эти две за эти две микросхемы они видите даже без без радиаторов а без радиаторов они так больше чем 500 600 миллиампера дать не могут иначе они будут греться и выйдут из строя никакой обвески здесь нельзя регулировать вот допустим на этой плате которые вы видите здесь вот этот резистор вот тут у нас сейчас я увеличу tp 4056 здесь у нас два светодиода красный зеленый сама микросхемой две микросхемы защиты а здесь вот этот резистор он и если его менять номинал от 200 до полутора килоом меняет ток заряда от 500 до 1 ампера и разъем вы как вы видите юсб тайп си вот на таких платах можно играть а с этим уже все устройство 600 миллиампер и все никуда вы отсюда не денетесь всем спасибо вот такой обзор этой зарядки сейчас еще раз покажу вам ее название она на алиэкспресс сейчас очень популярна ms 8d 82 5d 82 а ну вот я не знаю почему я так назвали двумя амперами здесь не пахнет здесь максимум две микросхемы по 600 миллиампер то есть получается 1200 на два аккумулятора по 600 миллиампер на 1 3 5 вольтовом питании я вам дата шет показывал чтобы эта микросхема дала 650 миллиампер зарядку и на а подавать 9 вольт все всем спасибо очередное кидалово от китайцев с другой стороны я ее купил по акции в алиэкспресс за 42 копейки по акции футбол мания евро 2024 за 42 копейки это великолепная зарядка великолепный держатель всем спасибо а забыл сказать сопровождение музыкальное у нас немецкий музыкант дэвид гарретт и он исполняет бетховена айр и байчерч два произведения это чтобы никто не сказал что это моя музыка кому музыка не нравится все вопросы к дэвиду гарриду их бетховен у